Субтитры создавал DimaTorzok 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 И главное, почти с самого первого момента его появления в музыкальном мире Его заметили музыканты самого высокого полета Эмиль Гилльц и Святослав Рихтер Давид Острах и Мстислав Ростропович Самые что ни на есть звезды Большого театра Почувствовав в нем большого музыканта Охотно сотрудничали с Кондрашиным Он обладал редким свойством С одной стороны, слышать партнера И, казалось бы, идти за ним С другой, всегда приносить в ансамбль Нечто свое На что с охотой откликался партнер Оказавшись на Западе, Кондрашин Не только не утерял этого свойства Но благодаря ему приобрел новых музыкальных соратников С ним работали Исаак Стерн и Рената Тибальди Артур Рубинштейн и Яша Хейфиц Артура Бенедетти Микеланджели и Владимира Шкенази Лучшие оркестры Европы, Азии и Америки И все легко находили с ним общий язык У меня есть талант для языка И когда я вернулась домой Я решила, если он не может выучить английский Он действительно в такой степени не мог Я знала И я решила выучить русский язык И это был для меня такой, как сказать, толк Что я 4-5 часов в день Уучила Это было действительно немножко оригинально Потому что я никогда не слышала русский язык до этого И когда мы увиделись на пяте Это было в ноябре Он хотел покончить отношения И мы встретились в этом ложе И он у меня так здоровался со мной По-английски Я ответила на русском языке И он опять что-то сказал по-английски Я сказал, что ты можешь со мной говорить по-русски И он почти в обморок упал Как это возможно? Ты раньше уже знал? Я сказал, нет Я выучила язык для тебя Я сказал, почему ты это сделала? Потому что я тебя люблю И тогда он уже не мог покончить отношения Потому что он понял, что это по-настоящему Из книги Кирилл Кондрашин рассказывает Так как мои родители работали в Большом театре Я, естественно, часто туда ходил Я пропадал в Большом целыми днями В то время не так строго было с пропусками И иногда родители брали меня с собой Сажали или ставили в яму, где было место Чаще всего около барабана Было очень любопытно смотреть на оркестровую кухню дирижера Имена отсюда, снизу Помню, какое сильное впечатление произвел на меня Петрушка На этом спектакле я испытал нервное потрясение Я понюхал запах кулис И до сих пор он означает для меня нечто замечательное И, конечно, театр дал мне первое впечатление Чтобы понять глубины театра Важнее всего кулисы Я имею в виду не интриги, конечно А ту сторону сцены, декорации Которые не видны публике Мы не могли в своей жизни мечтать И он не он мечтал Он не мог мечтать быть дирижером там Я не мог мечтать быть режиссером там И вот мы приглашены официально быть там и дирижером И режиссером С ним было невозможно работать трудно Почему же, как же может быть трудно работать с парнем, с которым мы подружились У нас нечего скрывать У нас нет никаких тайн Мы ничего не можем подумать отдельно друг от друга Все, что приходит в голову, говорим своему другу-приятелю сейчас же Нам все время кричали, что надо что-то создать новое, современное И такое, о современной жизни О наших деревнях, о нашей промышленности О наших достижениях в сельском хозяйстве О великом Сталине О том, как он знаменит, как он нужен всем Мы все это серьезно Пожалуйста, вы хотите, мы сделаем так Мы поставили эту оперу Мы поставили очень точно Уже такой Сталин был везде знаменитый И такие скульптуры были, и все были Ну, такой подхалимаш, такой, может быть, только у, извините, у мальчишек Мы с Кириллом переглядывались и говорили Если мы получали сталинские премии за классику То уж за это мы должны были получить что-то другое Шутили мы На премьеру пришел Сталин Мы обрадовались, но ненадолго Потому что мы заметили, что через минут 15-20 Он ушел из ложи Потом люди, которые мы знакомы с нами, они были из 9-го управления, дежурные в ложах Они рассказали, что когда Сталин уходил, ему сказали Что Иосиф Сережыч, там дальше же спектакль продолжается Там много... Да нет, он сказал, очень скучно И, сказал он Вот если бы пиковая дама Мы, как молодые люди Проиграли здесь Потому что два человека, два друга Решили спикульнуть Потом мы долго хохотали над собою И я думаю, что это было большим уроком на всю нашу жизнь И для него, и для его жизни особый И для моей жизни тоже особый Из книги Кирилл Кондрашин рассказывает В 1958 году состоялся первый конкурс Чайковского Оркестром, который потом попал мне в руки Я и дирижировал большинство программ В том числе и с Веном Клаверном Существует точка зрения, что я выиграл какой-то счастливый билет Мол, он в меня влюбился И я ловко ему саккомпанировал И я получил выход на запад Вторая точка зрения, что повезло Клаверну Он со мной чувствовал себя уверенно И у нас было такое взаимопонимание Что он смог развернуться в полную силу Обе точки зрения верны и неверны Я действительно был вообще первым советским дирижером Который появился за железным занавесом И получил признание В этом смысле мне повезло Клайберна и Кондрашина В Белом доме приветствует Президент Соединенных Штатов Сколько президентов Премьер-министров и королей Будут приветствовать его в жизни Сколько звезд самого разного толка Сочтет за честь быть знакомым с ним А пока Пока все только начиналось И казалось, что просто повезло Он сам потом называл 58-й год Рубиконом Жизнь повернулась к нему новой стороной И улыбнулась Повезло Как ни странно, он не очень был русским Он был такой космополит, можно сказать Он был западный человек Тоже до того он остался на Западе По психологии он был такой универсальный И не очень только русский Из книги Кирилл Кондрашин рассказывает Когда я дирижевал на конкурсе Чайковского Ко мне явилась делегация из оркестра Московской филармонии И предложила их возглавить Но тогда я не чувствовал себя достаточно готовым Чтобы возглавить столичный коллектив Понадобилось два года работы и гастролей Чтобы только в 60-м Я согласился взять этот оркестр И довольно скоро он стал центром музыкальной жизни Мы играли премьеры Шостаковича Играли малера Играли современную музыку Многие композиторы Среди них Сверидов, Борис Чайковский Понесли к нам свои сочинения Когда дирижер долго говорит Он рассосредотачивается Потому что, например, если он велончелист И если он обращается к скрипкам То мы просто не слышим, что он говорит Вы понимаете? Мы начинаем разговаривать между собой И вот этот пульс репетиций, он теряется А он говорил очень быстро Очень кратко И абсолютно точно выражая, что он хочет Музыканты я не могу сказать Что тогда были лучше, чем сейчас Но вот как-то Вот его задача Вот его увлеченность Вы знаете, приводила к тому Что я до сих пор Когда ставят произведение Даже если я его долго не играл На произведение, которое дирижил Кирилл Петрович Я помню до сих пор Какой аппликатурой я, например, играл В тот или иной пассаж Понимаете? Настолько вот как-то Увлечение было Понимаете? И вот если он на репетициях был режиссером То на концерте Мне всегда казалось, что это полководец Ему многое не нравилось вообще в стране Это другой вопрос Но сказать, что лично его Понимаете? Или вот как-то притесняли Я этого не могу сказать Но в оркестре Он ставил очень много программ У нас, например, была Такой, я считаю, уникальный случай Для симфонических оркестров Мы на гастролях в Америке В Нью-Йорке Сидели две недели И сыграли 11 программ Причем все разные Вы понимаете? Не все музыканты Выдерживали это Вот многим нравилось У нас были партийные организации Да? Профсоюзные И зная, что он никогда Не будет сводить счеты Ему начинали говорить Что вот Нам не нравится Вот другие оркестры Ездят Возят одну-две программы А мы, понимаете Дрих Барт Какая Майлера И что это очень сложно Он вообще был человек Очень порядочный Он никогда не притеснял И не гнал людей Которые ему говорили В лицо правду И, к сожалению Этим пользовались И в конечном итоге Создали такую атмосферу Что он не мог больше Работать Он, собственно говоря Ушел из-за оркестрантов Из-за оркестров А совсем не Из-за этой политической Подоплеки Которую Ему приписывают Из книги Кирилл Кондрашин Рассказывает В 1962 году Я познакомился С Игорем Стравинским Когда он приезжал В Москву Он дирижировал Тогда моим оркестром Сценами из Петрушки Министерство культуры Устроило ему Прием национальный Многие были в ударе Стравинский тоже И зашел один разговор Мол Как же так Игорь Федорович Вас считали Антисоветчиком А вы так относитесь К нашей стране И все такое Он сказал тогда Что все Что о нем писали Это враки Свой дом ругать Добавил Стравинский Я не позволю Я его сам буду ругать Там, где я найду нужным У себя же дома Мне запомнилась эта фраза Очень умная Он был Обладал каким-то Таким Особым Свойством Заполнять собой Пространство Но не так Как люди Назойливые Бывают Которые заставляют Принуждают себя Слушать Нет Совсем иначе Вот он заходил В комнату И Она наполнялась Вот им Наполнялась Настолько Значительен он был Настолько От него исходило Какое-то Особое Особое Излучение 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 исходило И от картин Любимого им Ван Гога Музей художника В Амстердаме Находится неподалеку От концерт Гебау И когда Нолда не могла быть На репетиции Кондрашина Они назначали свидание Около музея Ван Гога Многие музыканты Говорят и пишут Что они Видят Музыку А многие художники Что они Слышат Живопись Наверное Кондрашин Слышал Своего Ван Гога Он сказал Что Я единственная Вот Кутур Кутур Он Разрешает Ему Сказать Все И всю правду Тоже Критику Потому что Он не принимал Это от всех Я сказала Я хочу О тебе Слышать Что тебе Не нравится Что ты Прямо И честно Мне говорила А были такие моменты Когда что-то Не говорили Да Действительно И он принимал Мой совет А вы бывали На его репетициях Да Здесь Не очень Но когда мы Были На поездках Всегда Я присутствовала Значит На гастролях Я всегда была рядом Здесь нету Потому что Это единственное время Когда мы были дома И надо было делать Хозяйство И покупки И новую квартиру И все Немножко Значит Я пользовалась Случшаем Чтобы Ну Делать свои дела Когда мы были Дома В Амстердаме Но это было редко Мы очень Больше всего Мы Большей частью Мы были На поездках И тогда Я была всегда рядом Из книги Кирилл Кондрашин Рассказывает Мои воспоминания Как бы я не хотел Сделать их Более научными Иногда Неудержимо Тянут на хохмы Некоторые из них Мне хотелось бы Оставить потомство Ведь музыканты Веселый народ И из области Всяческих мыл Конечно Интереснее всего Вспомнить Ростроповича В 1950 году Мы были с ним В Праге И на каком-то приеме Который устраивал Наш посол Мстислав Произнес тост В котором сказал Что у музыкантов И дипломатов Много общего Потому что И те и другие Должны иметь такт А кроме того И те и другие Должны знать И иметь ноты У меня есть теория Которую я изложил Вот в своей предыдущей книге Вкратце могу ее напомнить Я называю Теорией весов То есть Поскольку Качество дирижера И оркестра Которым руководит Находится В непрерывной Взаимосвязи То Естественно Что чем выше дирижер Тем выше уровень оркестра И образуется Такой баланс Между этим качеством Но этот баланс Никогда не бывает Долговечным Потому что Дирижер Который руководит Оркестром В течение Даже многих лет Как правило Старше Большинства музыкантов Которые находятся Под его началом И он начинает Понимать Как нужно вести Педагогически И воспитывать оркестр В общем-то Во второй половине Своей жизни И дирижерской деятельности После довольно большого Дирижерского опыта И жизненного опыта И мы имели Примеры великих Вот эта Великая пятерка Она воспитана была Такими дирижерами Как Бруно Вальтер Как Статковский Как Тосканини В Европе Фуртвенглер И так далее Все это дирижеры Ныне ушедшие Но они Оставили после себя Великое наследство То есть Замечательные коллективы Но поскольку Эти коллективы Должны продолжать Существовать И хранить традиции Своего учителя Они приглашают Какого-то молодого Перспективного дирижера Этот дирижер На первых порах Не учит оркестр А учится У оркестра То есть Принимает Силь своего Предшественника Но это тоже Нужны годы И вот пока Он научится Сам И выработает И тем более Своё собственное Отношение Какое-то За это время Оркестр Начинает оседать Таким можно Пока дирижер растёт Оркестр Начинает идти вниз Вот этот баланс Нарушается Дирижер доходит Доверху Начинает Опять подтягивать Оркестр Вот он подтянул Оркестр Опять случилось То же самое Приходится Менять Находить Нового дирижера И так далее И так далее Так вот На сегодняшний день Новое Молодое поколение Мы имеем Много блестящих Дирижеров На западе Это пока что Еще не дирижеры Педагоги Это не дирижеры Воспитатели Оркестра Вот был оркестр Светланова И оркестр Филармонии Был оркестр Мравинского И второй оркестр Ну сюда Был большой Театр Театр Станиславского Вот И вместе С оркестром Естественно Дирижер Становился Персоной Номер два Значит Светланов был Номер один А Кондрашин Был номер два А ведь Кондрашин Был старше Светланова И по Его энергии Внутренней По его Интеллекту По его Так сказать Деятельности Он был Нисколько не хуже Он был другим Поним Но всегда Был на втором Положении Я думаю Что это его Ущемляло Там он был Гость К гостю Всегда относятся Более внимательно Но ему захотелось Пожить там Вот Почувствовать Потом Ведь Когда оркестр Не очень высоко Оплачен Значит Там находят В этом оркестре Музыканты Не самой высокой Квалификации Понимаете Вот Значит С ними Нужно особенно Тщательно работать Это время Это энергия Это нервы Это здоровье Тогда как туда приедешь Раз, два, три Все получается Понимаете Почему-то Хочется Хочется Покататься на Мерседесе На полуторки Надоедает Иногда Понимаете Из книги Кирилл Кондрашин Рассказывает Я не привык Работать наскоро Могу, конечно Слепить И с одной Репетицией Программу Но Это не то Моя сильная сторона Педагогическая работа С оркестром Заставить смотреть На привычное Свежими глазами В отношении Нюансировки В отношении Баланса И так далее Интерпретацию Я оставляю в стороне Есть интерпретаторы Конечно Гибче меня Эта сторона Может повыситься Только тогда Когда я имею Возможность Детально работать И как правило Это ценится Поэтому Из первоклассных Оркестров Я езжу Только в те Где предоставляется Эта возможность Он очень любил Путешествовать Очень любил Быть в других странах И чувствовать Культуру там Он тоже посетил Всех музеи И читал Очень много И Что мне очень Бросило в глаза Было То что он Умел построить Каждый Номер Каждый номер Гостиницы Как свой Как Своя Комната Это Так уютно Он это умел Вот так и так И уже было Совсем Другое Как у женщин Это он Умел И Ну это И тогда был Его дом И он себя Прекрасно Там чувствовал Наверное Так и было В его первом Голландском доме Здесь На тихой Бочке Оранья Носа Они снова Сняли квартиру Кондрашин Любил Две Казалось бы Исключающие Друг друга Вещи Шумных Гостей И покой В этом доме По крайней мере Первое время Покой Он Обрел Несмотря на Такие добрые Близкие Отношения Он Мне даже Не намекнул Я даже Не знал Что это Произойдет Он остался В Голландии А я должен был Куда-то ехать И меня вызвали Значит В обком партии Я сказал Вы знаете Дело в том Что вы сказали Ты дружил С ним Я сказал Я не дружил Я и продолжаю Дружить Дело в том Что я вообще Человек С гор Недавно Спустился Дикий Поэтому Знаете С человеком Который у меня Завтракал Дома Я у него Дома Бывал В Москве И у нас Были Так Если я его Встречу За границей Я обязательно С ним Встречусь Если это Нельзя Я понимаю Все Если нельзя Я вообще Ничего Не осуждаю Ничего То лучше Не пускай Тебя За границу Подружая Правда Встреча С ним Никогда Не откажусь Любой художник Если речь идет О настоящем художнике Конечно Тратит себя Но живописца Нужно Собладать Только с кистью И Быть может Собственным Темпераментом Писателю С соном Нахлынувших На него Образов Архитектору С противоречием Между замыслом И тем материалом В котором этот замысел Должен воплотиться Дирижеру Нужно уметь Решать Все эти задачи И прибавить К ним умение Донести Собственную волю До сотни Сидящих Перед ним Музыкантов Поэтому Он тратит Себя Многократно Больше И жалеть себя Не имеет права Если речь идет О настоящем Дирижере Музыканты В концерт Гебао-оркестра Его приняли Без каких бы то ни было Оговорок И До сих пор Я уверена Те кто еще В оркестре работ Продолжает работать Они Помнят его И Благодарны ему За то Как он с ними Работал Кондрашин От природы Не был Дирижером Диктатором Но Когда он Первый раз Пришел К нам Думаю Для него Было шоком То что Мы были Не то чтобы Расхлябаны Но Свободны И Он должен был Привыкать К этому Но В конце В конце концов Мы нашли Общий язык Для меня Одно из Самых Больших Впечатлений Трактовка Кондрашиным Патетической Симфонии Чайковского Это Это была Совершенно Новая Для нас Трактовка Я помню Что на концерте В Амстердаме Она имела Огромный Успех Который Через неделю Повторился В другом Городе Голландии Харлем Любопытно Любопытно Что перед Вторым Концертом У нас Даже Не Была Репетиция Так Он Был В Нас Уверен Я Очень Хорошо Помню Сотрудничество С Кириллом Петровичем И Главное Впечатление Это Его Просто Ангельское Терпение Он Точно Знал Что Хотел И Всегда Умел Этого Добиваться Для Этого Действительно Нужно Иметь Немало Терпения Если У вас Были Проблемы Вы Если у вас Были Проблемы Вы Спокойно Могли Подойти К Кондрашину И Объяснить В чем Дело И он Будучи Человеком Очень Умным Всегда Старался Найти Решение Проблемы Возникшей Между Музыкантом И Дирижером Он Как-то Сразу Схватывал Суть Старался Помочь Тебе И Если Мог Тут же Это Дело Я помню Однажды Я должен был играть концерт с оркестром И очень нервничал на репетиции А он постоянно говорил, что все отлично Расслабься И после его слов Все пошло как по маслу Он был отличный психолог И настоящий Горок И Он сказал, что наверное у меня остается мало времени И я Если Бог Если Если Бог мне даст Пять лет Тогда я могу делать то, что я Должен То, что я хочу Но Бог ему давало только два года Три месяца И он не успел делать то, что он хотел Утром 7 марта В квартире Нолда и Кондрашина Раздался телефонный звонок Звонил директор концерт Гебаву В программе дневного концерта Первая симфония Малера И по какой-то причине Нет дирижера Директор умолял Кондрашина Продирижировать симфонии Практически без репетиции После недолгих колебаний Кирилл Петрович согласился Конечно, он хорошо знал симфонию Совсем недавно дирижировал ею Но выходить на публику Без тщательной подготовки Было не в его правилах Но почему-то он согласился Я его водила на машине И около светофора Около Бетовенстрат Он со мной прощался Я только потом так поняла Что это были последние Последние личные слова Которые мне говорил Потому что в дальнейшем Только люди были рядом Он действительно прощался со мною И это для меня был Потом такой подарок Потому что он мне сказал Такие хорошие слова И оказывается, что он тоже со мной Тогда уже прощался Звучит именно та запись Первой симфонии Малера Под управлением Кирилла Кондрашина Сделанная концерт Гебау Именно 7 марта 1981 года Я сидела на сцене Потому что он всегда хотел Что я так сидела Что он мог меня видеть Или что он знал Где я сижу И я могла его смотреть в лицо Кирилл совсем не нервничал Нет, он никогда не нервничал Между прочим И когда он на сцене И он там стоял И как ни странно Как будто свет вокруг его Я думала, что что я вижу Потому что это было так невероятно Что-то с ним случилось Он был прозрачный И такой светлый Боже мой У меня были мокрые руки Потому что там что-то Необыкновенное произошло И оркестр был Как будто они Как сказать Поднимали его Так тоже они играли Это было одно целое Это было так впечатляюще И это Как будто он боролся С ангелом Или со злыми Ну и ангел с ним боролся Это со злыми силами И он победил И он был совершенно прозрачный Это было так странно И я это видела Не поняла Он стал очень серым И как будто он был Очень далеко от меня Это странное ощущение Когда у тебя лихорадка Иногда такое ощущение Что все, что близко Одновременно Очень далеко Я помню это как ребенок И ощущение Сейчас это у него тоже Он сидел рядом И у меня было ощущение Что он долгий километр Было далеко от меня Я подошла к нему Сказала Кирилл, как ты себя чувствуешь? Сказала Ты знаешь Мне нехорошо Слушай Тогда наконец Пойдем к больницу Ну уже хорошо Пойдем Поднимался Уже начался Инфаркт Я сразу видела Что это уже Вот так Я звонила Профессору Кардиологу Сказала У моего мужа Сердечный приступ Что я должна делать Сказала Звоните Первую скорость Потому что я Ничего не могу делать Через 20 минут Первая скорость Пришла И я его держала В руках И роза Там была И Так Они сказали Сколько времени Он так лежит Сказала Уже 10 минут 20 минут И он сказала Мадам Он уже 10 минут тому назад Умер Мадам 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 И как ни странно После смерти Я его Ощущала Что он рядом Душа Поэтому я уверена Что смерть Это не конец И это для меня Была задача Чтобы Немножко так Искать Смысл жизни Смысл смерти Он меня К этому толкал Толковал Как сказать Это удалось Сейчас Я знаю Как и что И значит Вы сказали Что-то он рано Ушел Да Для нас рано Но для него Вовремя Потому что У каждого человека Есть свое время И это Был конец Его времени Вот так Смысл Смысл Продолжение следует...